Девушки отдыхают Давай дружить! Мы продолжаем учить иностранный жестовый язык. Мы с вами прошли уже много тем, запомнили новые слова и жесты. Сегодня мы узнаем, как по-английски называются цвета, а еще познакомимся с овощами и фруктами. Но так как международный жестовый очень молодой язык и не такой богатый, все сегодняшние слова мы будем учить на Амслине, американском жестовом языке. Давайте начнем с цветов. Эта тема очень важная, ведь именно цвета помогают нам точно охарактеризовать какой-нибудь предмет. Например, мы говорим, небо голубое, трава зеленая, а слон серый. Цвет по-английски будет color. Для того, чтобы получить множественное число, в английском языке к слову добавляют окончание S. Colors – цвета. Жест в данном случае будет такой же, но при письме не забывайте окончание. Colors. Красный по-английски будет red. Жест такой же, как у нас. Red. Белый – white. Будет так. White. Черный по-английски будет black. Запоминаем жест. Black. Серый будет grey. Жест такой. Grey. Повторяйте вместе со мной. Red. White. Black. Grey. Для остальных цветов нам понадобится вспомнить английский алфавит. Желтый по-английски будет yellow. Вспоминаем букву Y. Yellow. Зеленый – green. Нам понадобится буква G. Green. Синий – blue. Складываем пальчики в жест буквы B. Blue. Эта же буква нам понадобится для коричневого. B. Brown. Оранжевый будет orange. Вспоминаем букву O. Orange. Розовый – pink. Складываем пальчики в жест буквы P. Pink. Эта же буква пригодится нам для еще одного цвета. P. Purple. Повторяем все вместе. Yellow. Green. Blue. Brown. Orange. Pink. Purple. Фрукты по-английски будут fruits. Давайте начнем с легких слов. Банан по-английски будет banana. Банана. Лимон. Лемон. Эти слова пришли к нам из английского языка, поэтому звучат очень похоже. Повторим вместе. Banana. Лемон. Яблоко по-английски будет apple, а ананас – pineapple. Pine в переводе значит сосна. Получается, что англичане называют ананас сосновое яблоко. Скорее всего потому, что он внешне очень похож на шишку. Повторим. Apple. Pineapple. Груша по-английски будет pear. Виноград – grape. Персик будет peach. А апельсин – orange. И жест, и слово точь-в-точь такие же, как у оранжевого цвета. Повторим. Peer. Grape. Peach. Orange. Молодцы. Давайте проговорим еще раз все фрукты с самого начала, чтобы точно все запомнить. Fruit. Apple. Peer. Банана. Orange. Лемон. Грейп. Пич. Пайнэппл. Отлично. Что можно приготовить из фруктов? Например, сок. Juice. Orange juice. Апельсиновый сок. I drink apple juice. Я пью яблочный сок. Еще можно добавить фрукты в кашу. Porridge. Или в мороженое. Ice cream. I eat porridge. Я ем кашу. He likes ice cream. Ему нравятся мороженое. Давайте выучим еще и арбуз с дыней. Что это? Фрукты, овощи или ягоды спорят до сих пор. Чаще же их причисляют к ягодам. Мы спорить не будем. А лучше запомним, что дыня по-английски будет melon. А арбуз – watermelon. Water в переводе значит вода. То есть арбуз называют водяная дыня. Мелон. Watermelon. Овощи будут vegetables. Картофель по-английски будет potato. Морковь – carrot. Свекла – beet. Капуста – cabbage. Давайте еще выучим кукурузу – corn. И тыкву – pumpkin. Давайте повторим все вместе. Potato. Carrot. Beet. Cabbage. Corn. Pumpkin. Огурец по-английски будет cucumber. Помидор – tomato. Лук – onion. Перец будет pepper. И повторяем вместе со мной. Cucumber. Tomato. Onion. Pepper. Какие блюда мы обычно готовим из овощей? Самое простое, наверное, салат. По-английски салат будет salad. Еще можно приготовить суп. Суп. Но для этого нам понадобится мясо – meat. Давайте выучим и другие продукты. Рыба по-английски будет fish. Яйцо – egg. Хлеб – bread. А сыр – cheese. Повторим все вместе. Салат. Суп. Meat. Fish. Egg. Bread. Cheese. Не забудем и про напитки. Кофе будет coffee. Чай. Чай. Ти. Молоко. Милк. А вода. Water. Говоря о еде, нельзя забывать о соли. Salt. И сахаре. Sugar. Повторяйте вместе со мной. Кофе. Ти. Милк. Water. Salt. Sugar. Как вам сегодняшняя тема? Все запомнили? Цвета запомнить легко. Еду сложнее. Мы сейчас с вами все повторим. Давайте поиграем. Первое задание. Каждому достается свой цвет, который я скажу на Амслине. Вспоминаем и по команде начинаем выбирать фигурки своего цвета. Кто наберет больше, тот выиграл. Тебе достанется yellow, тебе red, а тебе green. Начали. У всех много фигурок. Вы отлично справились. Но мы использовали только три цвета. Давайте повторим остальные. Кто начнет? Grey fish. Orange peach. Brown potato. Отлично. А сейчас давайте побудем с шеф-поварами и подумаем, какие продукты нам понадобятся для разных блюд. Например, чтобы приготовить яичницу, что нам понадобится? Eggs. Молодцы. А для бутербродов? Bread. Cheese. Молодцы. А для салата нам что понадобится? Tomato. Cucumber. Pepper. Onion. Молодцы. Молодцы. А кто помнит, как по-английски будет салат? Salad. Отлично. А теперь сложный вопрос. Кто знает, какие продукты нам понадобятся для супа? Например, для борща. Meat. Potato. Beet. Eat. Отлично. А что еще? Cabbage. Onion. Молодцы. А как будет суп на амслине? Soup. Замечательно. Вот видите, вы все запомнили. Ребята, надеюсь, у вас тоже получилось выучить новые жесты. В следующей передаче мы продолжим изучать иностранные слова. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!